Итак, Сватхистана чакра. Это второй психический центр, если считать снизу вверх, выглядит он примерно вот так вот. То есть, если представить, что вот это низ тела человека, есть точка входа, точка выхода, и снизу идет запитка с уровня Муладхара чакры. Сватхистана это энергетический центр вашего тела, и вся вообще жизненная вот эта вот наполненность, вся сексуальная активность, и вообще все творческие порывы, это все идет с уровня Сватхистана чакры. Если этот уровень перекрыт, то человек не может ни творчески реализовываться, ни как-то сексуально, он не может общаться. Сватхистана это второй психический центр, который отвечает за удовольствие, за получение ощущений наслаждения в жизни. В жизни как полностью. То есть, это и сексуальные ощущения прежде всего, это и вкусовые ощущения сладкого. Орган восприятия Сватхистана чакры это кожа, а орган воздействия это язык. Поэтому в практиках более глубокого уровня мы язык прикладываем к верхнему небу, то есть мы тем самым Сватхистаной полностью запитываем Аджна чакру. Сватхистана отвечает за чувства, за эмоции, за умение общаться, за сексуальную привлекательность, за наполненность человека, чьей энергии. То есть, кто такой вот сексуальный человек? Это человек, которого ты видишь, и из него прямо вот она прет вот эта энергия. И когда противоположный пол хочет воспринимать такого человека, он воспринимает, что при сексуальном взаимодействии с этим человеком он будет приобретать. То есть, мужчина, когда видит такую женщину, он видит в ней силу. И на подсознательном уровне мы все охотники за силой. И там, где мы эту силу видим, мы туда и движемся. Поэтому сексуальность это та вещь, которой человек не может сопротивляться, если он не осознает те процессы, которые за этим происходят. То есть, перекосы по уровню восприятия Сватхистана чакры, они могут выглядеть по-разному. Как в плюс, так и в минус. Все зависит от блока. То есть, люди, у которых есть проблемы со Сватхистаной чакрой, это люди, которые не привлекательны для противоположного пола. Это люди, которые всегда чувствуют усталость, им очень сложно утром просыпаться. У них вообще постоянное ощущение невыспанности. То есть, это вот как раз нехватка энергии. Это люди, которые не умеют общаться. То есть, им сложно начать взаимодействовать с другим человеком. Даже просто начать взаимодействовать. Либо они говорят, но вот так вот не хотят. Это отсутствие радости в жизни. То есть, те вещи, которые раньше радовали, просто хотелось жить из-за этого. Это там, охот в магазин или там с друзьями встреча. То есть, сейчас ты об этом думаешь и тебе вообще не охота. И ты думаешь, а вообще чего мне охота в этой жизни? Не охота ничего. Вот это говорит о том, что на уровне Сватхистаны вы нулевой просто. Далее начинаются проблемы со здоровьем. То есть, Сватхистана прежде всего запитывает вот энергией наше эфирное тело. А эфирное тело, оно тут же запитывает наше физическое. Как только эфирка проседает у нас, ну, соответственно, проблемы в теле, которые были, они начинают проявляться еще быстрее. Вот почему люди в 40 лет, например, раз вот и ощущают резко, что от болезни до него добрались. Вроде не было, не было, а вот ближе вот к 40, как будто они взяли и все накинулись. Вот к этому возрасту обычно человек накапливает очень много психотравм, которые блокируют Сватхистана чакру. То есть, в эзотерической традиции это называется блоки. Блоки какие-то. Они как кирпичи такие закидывают источник в жизни. И через психотерапию, через энергетические практики мы учимся как раз вот эти блоки со Сватхистана убирать. Вот специальный проект у меня стартует через месяц по работе со Сватхистана чакрой. Мы там как раз занимаемся именно вот этими вещами. Также Сватхистана выдает проблемы с зачатием и с рождением ребенка. То есть, все вот сложности, связанные с беременностью, это все вот на этом центре делается. Тогда же у человека со Сватхистаной хорошо все. Это очень такой привлекательный, успешный человек в жизни. Вот сейчас большинство инстаграм-блогеров, они пытаются транслировать вот этот образ. Эти гламурные фотки, вот это вот все. Но на самом деле, они как бы в большинстве случаев просто подражатели. Когда же у человека вот это Сватхистана работает, вот его вся жизнь, она так выглядит. То есть, этот человек живет такой наполненной жизнью. Он в сексуальные партнеры себе имеет того партнера, от которого он кайфует. То есть, если это мужчина, то с ним такая очень привлекательная всегда женщина, которую он всегда хочет. И она хочет его. То есть, это гармония. Такая гармония достигается еще с помощью даосских сексуальных практик тантры. Ну, где-то через три месяца я, возможно, тоже запущу проект на эту тему. Человек со здоровой Сватхистаной, он пышет здоровьем просто. Физическое состояние его тела, оно гораздо моложе его биологического возраста, так называемого. Женщины со здоровой Сватхистаной чакрой, они очень оргазмичны. То есть, они легко достигают оргазма. Когда же Сватхистаной чакра не работает, у женщины это проблемы с оргазмом. Это вообще нежелание секса возникает. Если секс есть, то вот он какой-то унылый, ненаполняющий. Соответственно, со здоровой Сватхистаной чакрой все с точностью-то наоборот. Это когда у вас каждый секс, это лучший секс в вашей жизни. И вот эти вот сексуальные ощущения, они раскрываются, раскрываются и раскрываются с одним и тем же партнером. Когда человек достигает вот этой стадии, там вопрос верности, он как-то уходит на второй план. Потому что зачем? Потому что все уже здесь есть. Большинство людей воспринимают вот этого человека как некую утопию. Что невозможно такого достичь, что вся жизнь это страдания. Но на самом деле, вся суть она вот в этом. Люди думают, что вот какие-то деньги, как вот их заработать. Но деньги это лишь следствие того, когда вы живете наполненной жизнью. Когда вы включили свой центр, все. Вселенная начинает вам давать. Можно сказать, вы сами начинаете у нее брать по праву рождения. Потому что этот центр у тебя есть. Он у тебя есть, но ты не умеешь им пользоваться. Вот и в чем обидно. А куча вот этих статей в интернете, там вот что, вот эта вот вся теория. Ну, я думаю, вы уже это все почитали. Но это не дало вам ровным счетом ничего. Потому что для того, чтобы Сватхистана заработала, нужны практики. И как раз вот на своем проекте мы вот этими практиками-то и занимаемся. Именно вот вся вот эта психическая, магическая работа, она делается на энергии Сватхистана чакры. Когда мы на уровне манипура чакры, вот на верхнем уровне, научились создавать образы, да, вот эти мысли и формы. Потом мы учимся вот этой энергии Сватхистаны эти формы заполнять. И далее они через активную Муладхара чакру начинают материализовываться. Но если даже на уровне образов вы не научились создавать образы и наполнять. Вот одна, только Сватхистана чакра изменит восприятие качества жизни. Вот вы будете находиться в тех же самых условиях, но вы будете от этого кайфовать. И вы будете чувствовать, что вот там вы можете пойти и взять. Просто пока нет образов действия, как это сделать, вы находитесь в этом состоянии. Как только образы действия появляются, они сразу же подхватываются, сразу начинают материализовываться. Образы действия, они называются в магической традиции заклинания или заговор. То есть, когда ты что-то говоришь, но нечто находится за говором. Упрощенно говоря, это можно назвать гипнозом. По воскресеньям проходят гипносеансы, просто за донейшн. Приходите, посмотрите, как это работает. Это все вещи, которые можно попробовать на себе. Человек с активной Сватхистана чакрой, со здоровой, у него очень здоровая самооценка. Он любит и уважает себя. И эта оценка, ну она реальна. Она не занижена и не завышена. Так вот, занижение и завышение, это вот как раз перекосы на уровне Сватхистаны. Здесь также вот эти вот перекосы по сексуальной функции. Вот эти вот все отклонения по сексу, то есть, нездоровые вот эти проявления. Это перекос на Сватхистана чакрой. Точно так же, как нежелание секса. Это вообще запрет на Сватхистане. Это очень жесткие блоки, которые просто вашу энергию вот так вот напрочь обнуляют. Нежелание секса, это показатель, насколько вы наполнены, насколько вы живете. То есть, вот эту энергию Зигмунд Фрейд назвал либидо. Некая первичная энергия, которая вот пронизывает человека и наполняет. Но в зависимости от того, насколько у человека раскрыты следующие психические центры, в зависимости от этого, вот эта энергия либидо может подниматься выше на разные уровни. И тем самым меняется интерес человека к той или иной деятельности. Вот это вот то, что поднимается, это так называемая точка сборки сознания, которая определяет уровень вашего мышления или уровень вашей касты, кастовую систему. Когда человек даже имеет потенциал на анахате, то есть, он относится к касте учителей, но у него есть непроработки по Сватхистане, он на Сватхистане застревает. То есть, у него есть вот этот потенциал, но он здесь, он не может, он застрял там как бы в своем мировоззрении. И у такого человека ощущение, что он постоянно находится не в той тарелке. Он не в той комнате, в которой должен находиться. Он в какой-то момент понимает, что вот друзья, его окружение, ему с ними неинтересно. То есть, он их уже перерос в сознании, но человек почему-то по тем или иным причинам остается вот в этом обществе, и не может перейти в другое общество. Вот об этом очень наглядно нам рассказывает карта 18-го Аркана, на которой мы занимаемся на проектах Арканы. Приходите, сейчас вот как раз работа с этим идет очень интересно. Так вот, если человек находится в этом состоянии, но не уходит из этого окружения, вот он начинает чахнуть. Со Сватхистана чакры, где вот всем правят только материя, секс и удовольствие. Вот если у человека все сознание ограничено вот на этом, но ему больше ничего неинтересно, это человек второй каст. Но он может завикнуть вот на этом восприятии только потому, что у него в голове неправильные установки. Самое частое там, например, все мужики козлы. А вот самая прослойка вот этих вот психотравмированных женщин, это вот это феминизм, вот это искривление. А психотравмированные мужики, это вот этот мужской клуб. Мотивация Сватхистана, она свойственна детям подросткового возраста, это где-то от 7 до 15 лет. То есть вот эта вот инфантильность. Когда человек вот он одного захотел и все, вот он этого хочет, и только это может его порадовать, а ничто другое не может. Это когда состояние из такой вот радости большой, а ребенка вдруг кидает в плач. И пара плакав, какое-то время он опять смеется. Вот это поведение называется инфантильностью. Это когда сексуальный центр включен, но образов вот тут вот не хватает. Не хватает на вишутхо-чакре, неких доработок, связанных со Сватхистаном. И такой человек не может контролировать вот этот центр. Но вот, например, такие женщины, они очень привлекательны для мужчин. И такие же женщины часто очень легкого поведения. Потому что они вот этот центр не могут контролировать. То есть и такая женщина, она или переключает его в самый низ, на самое дно, или он врубается по полу и пашет. Но истина, как всегда, посреди. Нужно вот держаться, но чтобы этот центр был направлен в какое-то русло. Если реализация по Сватхистана чакры, то только на своего партнера. Тем самым она так усиливает мужчину. Только вот за счет верности. И вот за счет того, что она этот центр направляет на запитку его. А мужчина в это время, он реализует вот это на верхних чакрах. Вот как раз вот на уровень ментала. И с этого уровня уже видно, как пользоваться. То есть в этом смысле мужчина и женщина, они становятся как бы таким единым существом. Муж и жена, одна сатана. Это в славянской традиции. Или в алхимической традиции это называется алхимическая свадьба. И вообще весь процесс эволюции, он, вот этой без алхимической свадьбы, он невозможен. Говорят, что есть как бы лазейки только для мужчин. Это там в практиках жесткая аскеза. То есть когда мужчина абсолютно абстрагируется от всего мира. И отказывается от всех благ, как делают монахи. Что они делают? Они вот эту вот изначальную силу в свадхистане своей направляют полностью на духовное развитие. Вот только в этом случае, вот в таких монашеских аскезах, вот этой энергии свадхистаны мужчине хватает, чтобы подняться куда-то выше. К сожалению, у женщин этот путь отсутствует. Потому что слишком много для них вот этой энергии. А поднимаясь выше, ну они просто не вывозят. Поэтому самый правильный путь это как раз совместная эволюция в парах мужчины и женщины. И когда современному обществу сейчас внушают, что семья это фу, семья это ничего не стоит. Да, вот свободный секс, вот этот вот разврат кругом. То есть всем людям перекрывают вообще возможность эволюционировать. Если ребенок правильно развивается, он перерастает, вот этот возраст инфантильности, он стабилизируется. И у такого человека вот это вот чувство собственной ничтожности, пустоты, бессмысленности жизни вдруг раз и сменяется на вот такую наполненность, на желание там что-то получить или взять. Это вполне конкретные вещи. Там машина, Мальдивы и мужика. Все, пока вот этого нету, все, жизнь тлен, невозможно. Это как раз вот эти вот и есть биения. Хотя это же говорит о том, что потенциал на уровне Садхистана очень хороший. Потому что когда чакра обнулена, там у человека просто нет никакого желания ничего делать. То есть энергия на нуле вообще. Человек живет такой нейтральной жизнью, ну как бы нет секса, да и не надо. Нет денег, да и как бы никогда их и не было, ничего к ним привыкать. Причем он этого даже не понимает. В его состоянии он это воспринимает как норму. И говорит, да, чё же, ну как все. Вон кто-то еще хуже меня живет. Это как раз говорит, что наполненность нету энергии. Человек не может даже мечтать о чем-то. Не говоря уже о том, чтобы что-то делать. Если вот эти разрушительные перекосы на Садхистане вовремя не остановить, то эта штука, она начинает прогрессировать. Прежде всего это зависть. Прежде всего это ревность. Далее вот эти негативные чувства часто перекидываются в область каких-то сексуальных фантазий и извращенных взаимодействий, вот именно по уровню Садхистана чакры. Как правило это идет через злоупотребление вот этим уровнем и еще большее его обнуление. То есть человек внутренне чувствует, что вот эти вот биения связаны с тем, что вот эта энергия на Садхистане им не вывозится просто. И человек, впадая в это, он просто сливает вот этот свой энергетический потенциал, ну по сути в унитаз. Это вот зависимости все. Табак, алкоголь, секс, наркотики. Все вот эти вещи, это вот слив энергетического потенциала туда. И человек для себя начинает думать, что весь кайф жизни он видит только в этом. На самом деле, его просто на лыжню неправильную поставили, и он туда бежит. И бежать будет, пока не умрет чаще всего. Очень немногие соображают, что вот с этой лыжни-то можно выйти. И что есть как бы другие радости. Но человеку, когда пытаешься сказать какие-то медитации, там еще что-то, он просто не понимает этого, это вообще о чем. А когда пробуют в медитациях, вот эти ощущения, они более слабые. Чем от того, что он водки выпил или кокаина нюхнул. Ну, соответственно, зачем ему? Он не понимает, что если ты в медитацию погружаешься, 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 там вот эти ощущения становятся сильнее и сильнее и сильнее. По большому счету, от наркотической зависимости, от синтетических наркотиков самых тяжелых, спасают только две вещи. Это медитация и религия. В том месте, когда вот эта молитва переходит в медитативный опыт, ну и по сути выкидывает туда же человека. Других способов завязать с этим нет. Кроме как увидеть, что внутри тебя есть гораздо больший кайф, чем от вот этого укола. Это действительно так. Но просто этим нужно заниматься. Искребления по Сулхистане, они также передаются вверх на уровень образов, на уровне ментала. И чаще всего это проявляется в том, что человек начинает врать. Он превращается в патологического лгуна, который уже не может не брать. Вот когда ко мне люди приходят заниматься, я им даю практику такую. Попробуйте в течение недели никому не брать. И когда люди действительно пытаются это сделать, они в шоке от того, что они не могут это сделать. Хотя им вначале казалось это абсолютно какой-то плёвой задачей. И что человек абсолютно правдив. Раз он себя поймал на том, что он ребёнка обманул, просто даже не задумываясь. Просто потому, что ему так проще. Своему партнёру что-то не досказал. Что-то собрал своим родителям. А вот это всё это уже искривления, которые занижают энергетическую составляющую вашей свадхистана чакры. Так вот люди с сильными перекосами, они вообще просто погрязли во лжи. Они уже даже не могут говорить правду. Так вот таким людям, им нужно очень жёстко за себя взяться. Взяться и заняться своим саморазвитием. Нужно начать контролировать себя в еде, в желаниях, в своих каких-то эмоциях и мыслях. Только когда человек вот это делает, у него появляется шанс начать развиваться. Самый простой способ следовать тому, что нужно, это действовать по совести. То есть, по сути, глобальный смысл духовного развития – это взращивание в себе голоса совести и следование ему. Вот это и есть некая чистота. Судхистана чакра – это стихия воды. Это женская чакра. И у женщин судхистана гораздо сильнее, чем у мужчин. Для того, чтобы женщине этот центр не перетруждать, она должна быть в этом водном состоянии. Она должна быть мягкой. Любая тяжёлая физическая работа, она женщину огрубляет. Любое какое-то сложное выживание – то же самое. Для того, чтобы этот центр раскрыть, нужно примятие себя, уважение себя. Поэтому сейчас люди и носятся с этим принятием себя, самоуважение, личные границы. А всё это, по сути, лишь для того, чтобы этот центр очистить. Так вот, очищать можно от центра, читая в Инстаграме какие-то посты людей, которые тысячу раз перепостили одно и то же. А можно взять и почувствовать судхистана чакру свою, прикоснуться к ней. И раз и навсегда понять, а что ей действительно нужно. То есть можно идти от ментального восприятия, а просто можно взять и начать это чувствовать в себе. Как вот этот энергетический шаг. Когда ты внимание прикладываешь в одном месте, ты чувствуешь, что там тебя пробивает электричество. Когда ты задействуешь другую точку входа в Судхистану, там ты ощущаешь другие ощущения. И ты чувствуешь, как вот эти электрические волны, они и начинают по тебе бежать. Тот, кто хочет, но это действительно почувствует, добро пожаловать на мой проект Судхистана чакры. На сегодня у меня все. Если есть вопросы, пишите. И добро пожаловать на телеграм-канал. Продолжение следует...